Все учат детей несчастных, поучают, поучают, они сами все мучаются. Надо просто, чтобы было интересно. Мир на грани катастрофы. Только Василиса остановит ее. Это такая современная сказка-фэнтези, которая перепутывает реальность сказочную, современной. Там есть и блогеры, и Деда Мороза, и все они друг с другом взаимодействуют. Здравствуйте, это программа «Культ личности». Меня зовут Камила Авакимян. И сегодня мой собеседник, режиссер Павел Лунгин. Здравствуйте, Пел Тименович. Добрый день. В прокат вышел ваш новый фильм, называется «Василиса и хранитель времени». И что необычно, не только мне, но всей съемочной группе мы обсуждали, это сказка. Целый фантазийный такой мир. Вот до сказки, получается, дорасти нужно тоже? Да, конечно. Слегка впасть в детство. Но это такая современная сказка-фэнтези, которая перепутывает реальность сказочную, современной. Там есть и блогеры, и Деда Мороза, и все они друг с другом взаимодействуют. Но обычно все-таки такие фильмы, они снимаются по какому-то произведению. Здесь же это целый мир, который вы придумали. Правильно? Вы знаете, это было очень самонадеянно, конечно. Я потом застонал, когда понял, что этот мир действительно надо весь продумывать, объяснять, соединять деталями. Это было довольно сложно, но мне помогали сценаристы. «Василиса. Чудеса на земле запрещены. И силы хаоса вырвались наружу. Мне пришлось заточить ее в шар. Иначе они бы здесь все разнесли». Можно вот эту ниточку отмотать назад? С чего началась идея? Как она вот появилась? Очень сложно. Я уже не помню. Началось с того, что одна моя, ну, можно сказать, ученица, ну, молодой, все ранее, Денисова, пришла с идеей детской сказки. Это было очень давно. И мы начали, я начал ей как-то помогать, мы начали придумывать это. Потом была пандемия, потом была болезнь, потом было что-то еще. И в результате через 3-4 года, 4 года это прошло уже. И вот эта сказка, мы начали делать эту сказку раньше всех, а закончили уже в самом хвосте Пелетона. Ну, к сожалению. Что сложнее всего в этой истории? Ведь не только повествование, все нужно прописать, но и каждый образ создать с нуля. Здесь какая часть самая сложная? Ну, самое сложное найти какой-то особый стиль. Понимаете, это не реализм и не условность. То, что это такая безумная условность, когда все будут петушиными голосами говорить, как на детских спектаклях. Тоже невозможно. Надо найти какую-то грань реальности особой. Ну, не знаю, посмотрите, скажете, получилось это или нет. У вас очень интересный актерский состав. Актеры подбирались уже под конкретные образы или образы писались под конкретных актеров? Нет, ну, конечно, все-таки уже были образы, под них подбирались актеры. Это очень интересное мгновение. Одно из главных в кино, мне кажется, когда роль встречается с актером. Потому что роль все равно условность. Все равно это слова на бумажке, понимаете. А вот когда она встречается с актером, и актер не роль, и роль не актер. И вроде они друг к другу подходят, не подходят, вот когда они взаимно проникают в друг друга, и тогда получается образ. Кастинг вообще сложный на этот фильм был? Долгий? Долгий, сложный, да. Долго подбирал. Ну, с Гармашом было легко, я знаю его давно и очень люблю его. А вот на мороз искали Долгого и долго искали девочку, которую сыграла Маша Кошина. Даша, это ты? Дедуля. В чем основная загвоздка была? Не похоже. Где-то здесь? Да. Ну, это как влюбиться, ведь, так сказать, красивых много и некрасивых много, но иногда что-то щелкает. Вот без этого щелчка не происходит образа. А вот насчет прописывания самой истории, сложнее создать фантазийный образ, которого на свете нет, или образ человека, драматического персонажа? Ну, они все равно ведь обрастают человеческими чертами, понимаете? Люди не изменились. Мы до сих пор играем древнегреческие пьесы, и Чехова ставят в Японии. Это значит, что все равно эта роль живет по законам живого человека. И какой ты не на есть Дед Мороз, все равно тебе тоже хочется. И чтоб тебя любили, и ты скучаешь, и ты раздражаешься, и тебе что-то там не так и не сяк. Поэтому эти вот такие образы люди, они... Ну, это, может быть, самое интересное создать в сказке такое существо. Сказать, чтобы мы верили, что волшебник, чтобы мы верили, что колдует. В то же время, чтобы был абсолютно такой человечный. Скажите, вы тестировали эту историю как-то на семье, на внуках, на детях, ближайших каких-то? Как процесс происходил вот в этом смысле? Или это мир взрослых, которые создали взрослые, и дети увидят его только в кино? Ну, наверное, это больше мир взрослых, которые создали взрослые. Но мы пытались рассказывать это. Все равно ребенку тоже нельзя показывать половину работы. Никому нельзя. Ни дураку, ни умному, ни ребенку, ни начальнику. Никому нельзя показывать половину работы. Только ты один знаешь, как это выглядит. Жанр фэнтези в современном мире сложно представить без компьютерной графики. Как удалось создать этот компьютерный мир? Сложно ли дать вот такое задание графистам, чтобы они увидели и сделали то, что видит автор? Год. Год работы и ожидания. Болезненный год. Болезненный год. Дорогой, болезненный? Очень дорогой и очень болезненный. Вы довольны результатом? Я доволен результатом. Но года жалко. Ну, а если бы вы снова подошли к такой задаче, вы бы что-то изменили в подходе? Даже не знаю, я не думал еще, но, может быть, я бы не стал делать такого могучего. А у нас очень сильная компьютерная графика, и ее много, может быть, я бы сделал меньше. Ну, то есть это такая неподъемная задача получается? Ну, не неподъемная, вы знаете, у нас просто в нашей стене графики есть там три окошечка или четыре. И все стоят к ним в очереди. А там сидят люди, которые понимают то, чего ты не понимаешь. И вот эта очередь туда, и малое количество окошечек, я думаю, что нужно, не знаю, может быть, это можно было делать как-то по-другому, я не знаю, что разделять. Мне интересно, вот как американцы делают свою вообще невероятную графику. Тоже ждут год, полтора, два, я не знаю. Я знаю, что мастеры Маргарита тоже ждали очень долго, бесконечно, перекладывали, перекладывали. То есть, ну, в чем-то мы еще технологически не созрели, да, для такого, получается? Ну, у нас, как всегда, очень хороший творческий подход. У нас талантливые люди. Ну, что, немножко из топора, как бы, каша-то? Ну, она с маслом, но долго. Она варится на каких-то очень медленных углях. Ваш фильм выходит во времена, когда вариантов для детей разнообразных очень много. А как вы к этой конкуренции относитесь? Особенно, учитывая то, что вы начали очень заранее. Болезненно. Болезненно, конечно. Я не знаю, есть ли там этот особый такой детский, тиктоковский какой-то язык особых знаков, звуков, которые, наверное, я не понимаю. Но я надеюсь на то, что будет интересно. То, что я умею делать этот сюжет, запутывать историю. Может, я ее слишком перепутал. Ты просидела в шаре больше ста лет. Это дед Николай засунул тебя в шар. Это его новая внучка. В ней огромная сила. Ты приведешь мне Василису. Мне нужна ее магия. Вся энергия. А как вам кажется, что все-таки должно больше всего понравиться? Вот ребята будут выходить из кинозала, и что будут рассказывать сверстникам? Что было не похоже на то, что они видели. Понимаете, мы ушли от такой традиционной русской сказки, где вечный, как мне сказал один прокатчик, тяжело вздохнув, он сказал, «Да, Баба-Яга – это тренд». Понимаете, и снова, и снова летают Бабы-Йоги уже. Десятый фильм, пятадцатый фильм. Помело, уже, не знаю, китайское. Помело блестит хромом, они все летают. И вот будет ли у зрителя этого воображения, какой-то охоты, юмора, шагнуть от привычной Бабы-Яги к чему-то непривычному? Ну, я надеюсь, я не знаю. Потому что там все-таки есть такие вещи, как обида. Потом оказывается, что все обижены друг на друга, хотя все любят друг друга и любят, и обижаются. И бесконечная эта потребность психологов и обид. И в то же время я просто вижу, что во всех крупных американских фильмах есть обязательно тайна семьи, есть обязательно тайна происхождения. Откуда вот эти... И в «Гарри Поттере» есть кто, где вот этот поиск, бесконечный поиск родителей, обида на обидчика и так далее. Во всех. В «Пауке», в «Человеке», в «Железном дровосеке», как его зовут, я не знаю. Ну, в них во всех есть вот этот вот главное. Это, понимаете, то, чем сказка отличается от мифа. Миф всегда стоит на истории семьи, на любви, ненависти с отцом, на потерянных детях и так далее. Вот я пытался это здесь сделать, но, может быть, это слишком облегчено. Обычно сказка, к тому же, чему-то учит, чему-то поучает. Есть ли, заложена ли такая мысль в этой сказке? Ну, единственная мысль, которая есть, что обиды – это бред. Что обиды, они рождают в тебе маленькое злобное существо, которое живет по отдельности и может быть злым волшебником. А так, в общем, какая мысль в сказке? Знаете, и так все учат детей несчастных, поучают, поучают, а не сами все учатся. Надо просто, чтобы было интересно. Есть еще один такой тренд, что у сказок всегда есть продолжение. Вот сегодня вы можете сказать, что вы планируете его? На это должны ответить билетные кассы. Будем ждать. Будем ждать. Желаю вам хорошего проката. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам. А я напоминаю, что это была программа «Культ личности». Мы беседовали с режиссером Павлом Лунгиным. Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!